МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В первом училище были три года работы художником. Николай Захарович, нам известно, что в 1941 году вы были назначены заведующим художественным отделом Кабардино-Балкарской правды. Поскольку вы имели определенный опыт работы уже художником, сейчас вы приобретали опыт в работе с наглядной ампитацией, вы создавали... Моя выводность совпала в период строительства в Кабардино-Балкаре. Культурное строительство, да? Культурное строительство. Насчет работы... Ну что, я переполнил обязанности, которые воздавала на меня должность. То есть, занимались вопросами наглядной агитацией, да? И совмещали это с работой художника. Да. Ну, когда... Ну, вот, окно-таз, большое значение или что-то время? Окно-таз, понимаете, в это время у нас делали окно-таз, плакаты, это призывы, старались быть в гуще событий, да? В гуще событий, пытались, старались доносить тазытия. До массового зрителя самые основные стадии террористов времени. Скажите, Николай Михайлович, а вот сохранилось что-нибудь от этих работ? Часто всего от рисунка в Копу и ТАСС. Крисунок на ТАСС ничего не такого не сохранилось. Потому что это, во-первых, в основном были рисованные плакаты. Одной дневки, да? Да, одной дневки, которые... Не террористы, но... Не террористы, а может быть, в архивах где-то еще и сохранилось, что ли? Ну, мы все оккупировали мальчик, все это мальчик. Что-то на стенах было, выписали плакаты. Мы имели большую силу. А, нет, непопредственно. Я знаю, что художника искали даже, который их взял, когда немцы оккупировали мальчик. Мы тут вопросов. Так что... Интересно, что период, который мы в жизни в нашей Республике... Снова изучим, да? Да. Вот. Ну... Ну, в этот период был участникам молодожной художественной выставки. Аргеновский офицер. Вот. Ну, я занимался выставкой, да, по... Вот на фронте у вас много материала. Помните, их рассматривали вместе мы в мастерской ваши рисунки? У вас есть работа выполнена под Воронежем, да? Где показана разжитая военная техника. Вот этот рисунок, он, в общем, характерный для нашей компании. Это тем, что Анатолий Михайлович стоит от нас. Вы помните, Анатолий Михайлович? Да, да, могу повторить. Исторический докторник. Дело в том, что, вот, действительно, миллерийский дел делал. По портрету. Да. Ну, это портрет, но стоит сумастошим, я целую. Этот портрет тоже сложный в этом периоде. Пару-истоянского. Да, 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 да. Да, я был фамилии, я думаю, Николай Духаревич тоже. Начинничка, начинка. Начинка, да. Такие вот рисунки у них были по Харьковщине. Это техника, наверное, это техника немецкая. Там и танки, и пушки, все там халсты над подором. Николай Духарович, скажите, пожалуйста, а вот ваш фронтовой материал, вот такой интересный. На основании, по сути, его материал особо. У них личных впечатлений, воспоминания, но они... Воспоминания, по-моему, воспоминания. Это припев-горянка, если не ошибаюсь. Да, припев-горянка. Так что делаем, наверное, навсегда. Да, и все люди, это у нас техника. У нас есть еще портреты, можно посмотреть? Это однополчен портретик. Молодые солдаты. Восновы Адамы. Восновы Адамы. Вот чувствуется даже в колорете, в композиции, вот, в мое время. Да, да, да. Ну что ж, очень интересно познакомиться с вашей военной хроникой и художественной. В военной рисунке заслуженного художника РСФСР, простите, КБССР, Николая Захарча Трендека, отличаются тщательной, добросовестной отточенностью. В них зрело присутствует высокая гражданская ответственность автора за достоверность из внешних условий. Ну, естественно, да, в композиции сама... Или вот эти, решенные так вот, киплом... А это Николай Захарчком, кстати, это домашка, это в Чикале было. Да, Михаил Захарч, извините. Там, когда нас сильно разгонглили, ну, на самом деле, что сейчас можно исти... ...фронтовых ваших работ еще, наверное, потолок присутствует. И сейчас он вот, не видевшую войну и зачетки, потому что вы видели это, что с вами... ...это... 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 Продолжение следует...